Девять часов утра, пляж Дагомыс. Гости курорта загорают на пляже и наслаждаются тёплым морем, а знаменитый путешественник Юрий Бурлак готовится к очередному заплыву, который продлится до 1 сентября. Путь не близкий, вплавь придётся преодолеть сотни километров. Настрой отличный, боевой. Что с тобой берёте в путешествие? Жену. Все заботы лягут на неё. Бензобак мой заряжать, мотор подкармливать. Моё дело греби-догреби, а ей думать надо варить. Для Юрия это пятое по счёту плавательное путешествие. А вот супруга Наталья в такой заплыв отправится впервые. Намерена в сутки плыть рядом с мужем по 4 часа. Таким образом и ещё один юбилей отметим, говорит Наталья. В этом году у них 30-летие совместной жизни. Даже дети сказали, говорит, наконец-то у вас состоится медовый месяц за столько лет. Когда он предложил, говорит, ну что, пойдёшь со мной? Я говорю, да пойдём. А ты, говорит, не боишься? Я говорю, не знаю. Я говорю, первый раз в жизни я ничего не боюсь. Меня ничего не волнует. И мне просто даже интересно самой попробовать себя в море. Потому что я в море никогда не выходила. Вот только вдоль берега. А тянуть за собой Юрию Бурлаку придётся полтоны. Это несмотря на то, что в 90-е у него была травма позвоночника. Вылечил себя он именно плаванием. Плыть и тащить за собой груз – одно из упражнений по реабилитации. Море шуток не любит, говорит путешественник. Плод под названием «Расшива» – именно так и называли суда, которые тащили за собой волжские бурлаки. Снабжён по последнему слову техники. Навигаторы, инструменты, спасательные жилеты, якоря, карты. Есть даже радарные отражатели и космические радиобуй, через которые можно подать сигнал СОС. С собой необходимый запас еды, большое количество банок тушёнки, овощей, 100 литров воды и другие не портящиеся продукты. Плыть Бурлак будет в попутном течении, который постоянно петляет. Если нет встречного ветра и полный штиль, то пловец развивает скорость до 2 км в час. Поэтому все, кто в этот день оказался на пляже, провожая путешественника, желали ему попутного ветра. А гостья из Коврово и вовсе несколько дней наблюдала за подготовкой Юрия к отплытию. Мы его целую неделю ждали, когда он отплывёт. И в дождик он тут сидел, молодец. Первый раз таких отважных людей видел. Тем более он переплывал наше море два года назад. Это вообще сказка. Первую остановку в своём морском и вовсе не сказочном путешествии Юрий Бурлак сделает в Туапсе. Всё время на связи с пловцом будут сотрудники МЧС и пограничники, которые проконтролируют, чтобы Бурлак успешно дотянул свою расшиву до Севастополя.